Привет зрители. Зрители заждали обзора нормального не на шорс. А шорс у меня потом еще будет. Короче я вчера забрала свадьбе из 4 коробочки пакетика зеленого чая Матя. Ну короче порошковый чай. Тут у нас Матя Грин. Вот такой вот 10 штучек по 15 грамм. Напиток чайный на основе зеленого чая. Зеленый порошковый чай, порошковый сахар. Был еще с молочком там. Ну я вообще изначально думала что это просто порошковый чай без никто. Но увидела в камен так. Ну думаю ладно если один с молочком а другой такой то пусть лучше один будет просто с сахаром. Вообще зеленый чай с сахаром. Для тех кто смотрит с утюга вот показываю. Зеленый чай с сахаром я... Нет со спичечного коробка за тех кто смотрит. Короче зеленый чай с сахаром я начала пить в кафешках когда с подружкой той или иной была в том или ином кафешке. Вот почему-то если ну выбирали зеленый чай и почему-то вот именно в кафешке зеленый чай я пила именно с сахаром. А так с сахаром дома я пью только чёрный чай. Иногда так вспоминаю и делаю себе зелёный чай с сахаром. 2-3 кусочка сахара. Вот тут он уже добавлен. На одной стороне на андейте, на другой стороне наклейка по-русски. Сделан он у нас в марте 22-го года, и до марта 24-го надо его испить. А ведь шо, он как бы, ну, я не помню, почём он был. Я потом в инфобоксе оставлю артикулы и в скобочках цену. Показалось, что я его держу вверх ногами. Фудзитя Култи. Вообще, где-то писали, что он китайский. Да, он китайский. А где-то... А тут вообще написано, что он вьетнамский. Имбортер Ван Ланг, Россия. А торговая марка Чингсон. В общем, мать-то зелёная чай. 150 грамм, два в одном. Она у меня как-то умудрилась в рюкзаке вчера отреснуть вот эта наклейка. Он вообще был в упаковочном пакетике, но упаковочный пакетик у меня в другой коробочке. У меня случилось вчера несчастье. У меня снова отошла труба в ванной. И наши великие сантехники. Я не хотела про это говорить, но раз вспомнила про то, что у меня оно болталось в рюкзаке, а я была у друзей. Спасибо мужу моей подруге. Вот уникальный мужик в плане сантехники. Я так понимаю, что вот знаете, человек... Когда-то у меня в прошлом году, что ли, труба отошла общедомовая. Пришёл, мозг вынес, воткнул на 2 мм и всё. И тут у меня труба вылезла. Я вчера пошла омываться, потом пошла в душ, смотрю, у меня весь коврик мокрый. Лужица такая на полу, думаю, что за нахрен. Руку сунула в перчатку. Сначала руку сунула так, потом одела перчатку. Нащупала там, вроде воткнула трубу. А потом ещё раз решила воткнуть. И я так поняла, что я жила вот все эти почти 6 лет в этой квартире. Не все, наверное, те, кто помогал мне с обустройством этой квартиры в курсе, как эта труба должна быть воткнута. Ну, вообще первый раз с этим сталкиваюсь. Так вот, вот примерно на столько надо было воткнуть, а не на 2 мм. Там бетон, потом резиночка. Внутри резиночки должна была быть, я сама нащупала подозрить. Я близкому родственнику говорю, там, наверное, и подружки. Там должна быть какая-то фигня скрепляющая. А потом труба, чтобы эта труба держалась. Так вот, фигни скрепляющей не было изначально. Какое-то там кольцо. Муж подруги мне это сказал. Он мне потом там заделал так. По уму, говорит, на совсем по-другому делать. Но по уму там изначально уже не сделано. Так вот, товарищи сантехники, сервис, который обслуживает наш дом, и которому мы по 800-900 рублей каждый месяц откидываем, непонятно за что. Такое ощущение, что они специально делают через одно место, чтобы потом либо их вызывали, либо человек искал кого-то того, у кого руки растут из того места. Из нужного места, а не из нижнего полушария мозга. Короче, вот тут вот такой пакетик. Вообще я заметила, что если нормального цвета матья, лучше ее после пяти вечера не пить. А у нас уже 20 минут этого. Аня мне что-то написала с ютуба Аня. Ну, у меня Аня, которая из Новосибирска с конфетами, подписана как Аня с ютуба. Так вот, у нас 20 минут с седьмого. Ну, я ладно, попробую, может. Может, с одного пакетика-то я не супер взбодрюсь. Просто я тут как-то пила 2-3 чашки мати японской, хоть и цвет у нее был, ну, такой себе, вот как вот здесь. Не изумрудный, но нормальный. И меня что-то так взбодрило. Думаю, что же я постоянно как ее пью с молоком, так часов до двух уснуть не могу. Потом думаю, наверное, все-таки потому, что я ее пью после пяти вечера. Как мате после пяти вечера нельзя пить. Ну, да, вот оно получилось так, что я поехала к подруге на работу перерегистрироваться. Потом поехала, значит, домой с ее мужем. Потом мы пешком дошли до Боровой. Я там забрала с одного и другого места разные заказы. Потом мы пошли, поехали к ним в гости, а потом из гостей я вернулась уже на такси. Но у меня теперь все хорошо с моей трубой. Ну, вот такой вчера день был. И вот оно болталось у меня в рюкзаке, и, видимо, вот эта наклеечка обсобачилась. Так вот, вот такие тут пакетики. Обзор чая, а я тут про свои жизненные неурядицы говорю. Потом обязательно кто-нибудь плачется в комментариях, что я тут не по теме. Что у меня музыка как Афония, я забыла. Я делала это видео, я помню, что у меня там этот несколько... У меня было больше каментов от Обижен, от которых Новый год обошел стороной. Но когда я начала его все-таки ваять, у меня на планшетике, с которой я управляю этой камерой, видать, я его поудаляла, либо вовремя не сохранила. А на канале какие-то каменты либо сами потерли, либо они куда-то девались, либо потерли. И у меня только на пять человек, по-моему, там было пожелание добра. А кому вот не пожелала добра, рада, они вот второй сутки прыгают в каментах и свою боль мне выдают. Как так, наверное, думают. Почему Лёля пятью хейтерам добра пожелала, а нам двум хейтерам не пожелала. В общем, тут вот этот силиконовый гелик, который предохраняет от сырения. Хотя оно все вот в таких вот пакетиках тут как бы, ну... И захочешь не отсыреть, мне кажется. Я думаю, этот пакетик я заварю, может, на этот, на телефончик. Так вот, вот этот чай я видела в разных местах. Это все с Вайберсом. Ну, во-первых, я это все не видела на Зон. А во-вторых, вот это, может, и было на Зон. А нет, оно мне все не попадалось на Зон. Короче, вот по той цене, что я его покупала, на Зон я не видела вообще ничего вкусного. Я решила купить на Вайберс. Матя Био. Блин, надо было, наверное, ноженки взять. Я ведь тут говорю, у меня на камере-то, на флешке место-то от силы полчаса. А я еще там хочу пустые баночки вам записать, раз уж почти конец месяца. Так, вот по цвету она прям хорошая такая. Я не говорю, что супер хорошая, просто я уже свыклась с мыслью с тем, что изумрудного цвета Матя тут не найдется в России. Видимо, пока ее везут из Японии либо Китая, она пешком идет по всему земному шару. Пока дойдет, ну, там, цвет попутно выцветит. Причем я заметила еще, когда мне Никитос дарил изумрудную Матю из обычного их супермаркета. Она вот заваришь ее, постоит она несколько часов, и она становится такая бледнее. И вот, которая тоже не изумрудная, но обычная, более-менее такая зеленая. Она тоже постоит несколько часов. Я как-то заварила даже не японскую. Ну, как бы она японская, но не супер такая была. И я ее заварила с вечера, что-то у меня дофига ложки было. Думаю, ну, ладно, завтра выпью. Я утром просыпаюсь, а она вставила, она такая вся, вот, будто бы я заваривала какую-нибудь серенькую Матю. То, что там дошло пешком до России, заглянув во все подходящие страны, и побухав там, изготовил, ну, и поехал, поспал, пожил. Тут вот еще одна. Я не помню, как... А, вот... Кофе-ком. Я у них что-то покупала, но в другой вот упаковке. Я вот не знаю, на это вообще не было отзывов. Хочется верить, что тут вот прям такая, как надо. В принципе, я сейчас могу и то, и другое вскрыть. Японский зеленый порошковый чай Матя. Сделан он у нас 13 декабря прошлого года, и до 13 декабря 26 года может жить и разоваться. Я помню, я делала какой-то обзор из семи Матей, где пиалочки еще раскидывала. Вон. Открой меня, если сможешь. Ну, что хочу сказать. Она раза в три бледнее, чем вот тут на картинке. Но она более зеленая, чем те, которые обычно попадаются. По цене в три раза дороже. Может, в принципе, я тут одно открыть. Обозреваю же. Ёшкин кот. Вот даже не знаю. Я могу потом это, если кому интересно, в шорты сделать или там просто на видео заварить ее. Полноценная. Какая из них бледнее. Вот они чуть-чуть разного оттенка, но они не того цвета. Ни та, ни другая, как вот на упаковочке. Обманывают нас цесных людей. Вот в такой коробочке еще было. Я думала, что там такое огромное? Вот тут этот пакетик из-под той коробочки. А дальше, тадам! В такую коробочку запихнули в такой пакетике. Тут вообще тупо наклеечка распечатанная на каком-нибудь принтере. Даже до конца нормально, не приклеенная. Зеленый порошковый чай матча 100 грамм. Произведен 5-го, 23-го и годы до 9-го, 25-го. Расфасован ООО Боннен 12-44-60. Бурец и Линоград. Не содержит ГМР. И хранить его при температуре плюс 25, видимо. Ну, вообще не написано до плюса-минуса. Ну, до 25 градусов, кстати. Ух ты! Прям это, уже... Надеюсь, я не знаю, камера уловила этот порошок. Мало того, что они не сэкономили на упаковке. Спасибо им, хорошая коробочка. У меня кошка уже туда почти залезла. Они не приклеили нормальную этикеточку. Я уже, когда открывала эту коробочку, думаю, блин, а чё хоть это-то вообще такое? Ну, он, так скажем, примерно как этот. Ну, не бледный, но и не зелёный. Можно даже сказать, что такой, как зелень зелёная. Тут у меня насыпалось на мою эту волшебную истрологическую платочку от Эйвен, который, чёрт знает, сколько лет. Ну, в общем, надо это куда-то аккуратно будет положить в пакетик. Потому что тут сверху как-то... Как они насыпали, я не знаю, потому что оно как-то закрывали у них и сверху, и снизу. Всё отдельно надо будет как-то по пакетикам. Но за тест всё это сейчас вот только вот эту коробочку, которая, оказывается, в кадр не улезает. Так вот, зрители, если ты хочешь поддержать канал, где-то вот облачко можешь это сделать. Я тебе скажу спасибо в титрах и отдельных постах. Да, меня, кстати, похитили за то, что я отмечаю спасибами тех немногих, кто мне донатит. А я считаю, что это нормально. Одно время я тоже донатила на поддержание одной площадки на плаву. Вот мне было бы тогда приятно, если бы человек говорил, что да, деньги дошли куда надо. Но такого не было. А тут у вас немногих есть такая возможность получить от меня спасибо. Что в этом плохого? Если вы хотите, чтобы я что-то обозрила, можете мне это что-то прислать на обзор. В инфобоксе есть адрес до востребования. Ближайшая база выдачи озоны Вайберис находится в моём бывшем районе. Ленинское шоссе 15-2. Внезапно вот рядом вообще. Очень близко теперь для меня это стало и удобно. Ну и как бы, если вы что-то из этого пили, либо пили что-то другое и хотели бы мне посоветовать, можете поделиться со мной в комментах. Если это будет добрым языком написано, я вам поставлю сердечко. Если ещё не подписались на канал, но внезапно припёрлись, а ну это и вам понравилось, то подпишитесь, поставьте палец кверху, нажмите на колокольчик, включите уведомления от Ютуба, вам будут падать уведомления о моих новых видео. Ну и ещё я буду рада, если вы вдруг подпишитесь на мой Инстаграм. Ссылочка будет в инфобоксе, а ещё на экране. По скрипту, когда я сейчас собирала упаковочный мусор, то обнаружила вот такой пакетик, он вывалился из упаковочного пакетика из этой коробочки. Это у нас кофе вьетнамский пробничек, 2 грамма. Потом с удовольствием и спью его. У него, кстати, срок годности до 16.07.25. Видимо, во Вьетнаме нормальное дно, в смысле привычное нам, русским жителям России, даты изготовления, ну вообще даты, потому что в Азии они ставятся сначала год, месяц, потом день, а тут день, месяц, потом год. Вот такой пакетичек. Если дописать видео. Вот. А теперь пока! Субтитры сделал DimaTorzok